250 тысяч рублей в этом году было выделено на поддержку волонтерских проектов. Сельские инициативы решили поддержать отдельно. Общественная организация «Белый лис» провела свой конкурс грантов, общая сумма которого составила более 270 тысяч. Молодежные проекты оказались самыми разнообразными. Так что же лучше, воркаут «Понаринмарский» или «Хрутинские овощи» попыталась выяснить моя коллега Любовь Пермякова. Роман Павловский, активист волонтерского движения «Доброволец», в этом году на средства гранта в рамках госпрограммы молодежь Ненецкого округа реализовал проект «Воркаут в каждый двор». Воркаут – одно из разновидностей массовых физкультурных занятий, включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях. Установили около училища, один около общежития, которое в морском порту, а второй – на пионерской. И еще около техникума. Ну, у нас же есть вот в рахте, а мы решили около заведения учебника поставить. Артур Литвиненко – студент аграрно-экономического техникума, приходит заниматься на турнике с первых дней установки спортивного оборудования. Да, это очень хорошо. На большой перемене уже выйти и покачаться. Чтобы не только городская, но и сельская молодежь имели возможность с пользой провести свободное время, общественная организация «Белый лист» под руководством Даниила Исполинова тоже объявили конкурс грантов для муниципальных образований. Суть проблемы у нас в регионе такова, что грантовая поддержка в основном пользуются те общественники, которые проживают в городе. Потому что на селе физически сложно содержать юридическое лицо. То есть это регулярно нужно ездить, сдавать отчеты, нужно искать бухгалтера, должен быть определенный доступ к банку. Я также объявил конкурс, получается, очень хорошо откликнулись у нас такие населенные пункты, как Коткино, Харута, Великовисочная, Красная и абсолютно разные гранты, что порадовало. Очень было много грантов именно в направлении сделать что-то своими руками, как-то благоустроить свое село. То есть, допустим, в Великовисочном там памятники отремонтировали и построили детскую горку, детскую площадку. Сумма гранта, по словам Даниила Исполинова, хоть и была небольшой, всего 30 тысяч рублей на реализацию одного проекта. Но даже на такие суммы многие поселки смогли благоустроить свои территории. Например, только в Харуте на эти средства привели в порядок спортивную площадку и разбили пришкольный огород. Урожай планируют снять уже в следующем году.